Шафар Шафар, он притягивает внимание многих верующих на протяжении веков. Но что такое шафар? Это музыкальный инструмент? Это голос Творца? Или это все вместе? Традиция передает нам, что первым шафаром был тот самый рог запутавшегося барана на горе Мурия, когда наш отец Авраам был готов принести в жертву своего сына Исаака. Тора говорит, голос Творца звучал словно шафар у горы Синай во время дарования заповедей народу Израиля. Но почему именно звук шафара имеет такую силу влиять на души людей, пробуждать их от повседневности и тревожить, напоминать им о грехах и проступках? Слово шафар происходит от ивритского слова шфарферет. Или шфарферет происходит от слова шафар. И такой перевод у телефонной трубки. Инструмента, который способен не только принимать, но и передавать голос. В этом ли назначение шафара? В библейскую эпоху шафар служил для многих целей. В него трубили при выходе на войну, для созыва общины, для объявления о приближении субботы, шабата, или рошходыш, начало месяца. Ныне в шафар трубят в Израиле на протяжении всего месяца элюль, после утренней молитвы в будни, чтобы побудить евреев к раскаянию накануне Дня Суда. Трубные звуки этого древнейшего музыкального и сигнального инструмента, неотъемлемая часть дней, наступающих после руссана и продолжающих до емки. Шафар – это приспособление или инструмент, который издает значительный спектр звуков, отличный от многих других духовых инструментов, и это делает его особенным. В Сторе упоминается несколько видов трубления. Первый – ткия. Это длинный протяжный звук, который просто пробуждает нашу совесть, который заставляет нас задуматься и обратиться, вернуться к Творцу. Следующий звук называется труа. Это серия отрывистых звуков. Эти звуки передают грусть и тоску. Следующий звук – шварим. Это быстрое очередование трех коротких звуков, напоминающие вздох, как знак осознания своих ошибок. Следующий звук называется тияг-ду-ла. Это большое отрубление взывает к совести. На иврите мацпун, что также означает компас, который ведет нас по жизни. К совершению чувы, то есть обращению ко Всевышнему. Шафар сопровождает нас по жизни. Шафар – это изогнутый рог. Он намекает нам на то, что мы должны смирить свои сердца, склонить свои колени перед Святым Господом неба и земли. Священное Писание устами апостола Павла или на иврите Рав Шауль. В первом послании фессалоникийцам, 4 глава, 16-17 стих, говорят нам следующие слова. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые в Ешуа воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем». Интересное слово. Но здесь написано про трубу Божию, которую правильнее понимать шафар Божий. Шафар Божий, который является из себя, по сути, пророчеством всех тех шафаров, которые трубят израильтяне, евреи по всему лицу земли в течение всех этих поколений. Все эти шафары как бы сольются воедино и пробудят тот Божий шафар, который высвободит приход Машеха и решит все вещи, о которых мир только может мечтать, исцеление и восстановление всего. И это также символ для нас, побуждающий обращаться, принимать, принимать Творца и принимать его слово и наставление.